Доброе утро! Доброе утро! Совсем скоро, 13 мая, состоится большой концерт, где вы будете вместе с кем? С оркестром выступать? С камерным? С святким камерным оркестром. Да, дирижер Валерий Алексеевич Шаромов. Я обожаю этого человека, потому что его дыхание, его проникновенная музыка, просто невозможно петь плохо. То есть поешь со всеми эмоциями, потому что это... И начинаем петь. Так, расскажите, что мы будем начинать петь 13 мая, что в программе у вас? У нас новая программа. Я специально вместе с Лерой, мы учим перголези, Стампад Матер, цикл из... Сколько там номеров? Получается 10 номеров. Да ладно, там, по-моему, 12. На самом деле, дело было так. Мы пришли на репетицию, и, значит, у оркестра стоит 10 номеров Вивальди, Стампад Матер. Произведение-то одно, название, а Каббезли-то другое. Мы говорим, да как? Должно же быть... Перголезь! Да, сказали нам. И, в общем, 12 номеров, мы поем. Значит, у тебя номер 6, у меня 5, значит, получается 6-5, потом 8... Нет, 9-й, 10-й номер. Да, 9-й, 10-й номер. Как вас странно считают? Да, музыканты, они такие. Да, у нас, кажется, вот так получается, нету логики совсем. Вы вместе с оркестром выступаете, расскажите, есть ли какой-то нюанс, может быть, особенно как-то готовились, потому что все равно есть какие-то отличия, нежели с другими кем-то, да, вы пели. Ну, это, конечно, не с роялем, да, это не с концертмейстером, невозможно сделать много репетиций, то есть у нас всего 3 получается, и вот за 3 репетиции мы делаем искусство. Валерия, это будет один из дебютных, да, больших концертов. Да, Лерочка, расскажи, пожалуйста, как у тебя вообще настрой, как тебя готовит твоя преподавательница? Настрой у меня, все будет классно, я уже жажду этого выступления, потому что на самом деле это очень здорово, когда ты выступаешь с оркестром, особенно когда мы поем дуэтом с Анной Петровной, ты как будто на небе находишься, потому что все-таки с оркестром петь это другой уровень, и на самом деле это очень ответственно, и я счастлива, что мне дали такую возможность. А каково тебе вот выходить на сцену, зная, что там за твоими плечами сидят люди, которые играют? Много правых мужчин и женщин. Да, каково это? Мужчин-то правых, молодцы. Я бы сказала, что наоборот это какая-то поддержка, то есть ты чувствуешь, что ты не один на сцене, стоишь как голый, а с тобой тут люди, которые тебя поддерживают, и вместе мы делаем что-то высокое. Если что-то, он подскажет по оркестру. Слава, мама, сейчас! Мама! Нет, у нас там славы не будет, мама не будет, и славы тоже не будет у нас там будет. Стояла мать скорбящая, но по-итальянски. А почему репертуар именно такой? Репертуар у нас, мы не сами это все делают, да, у нас уже третий раз будет мой концерт, я пою вместе с учениками, Лера первый раз поет. В прошлые годы пели другие студенты. Концерт делает программу Константин Александрович Маслюк. То есть мы с ним встречаемся, он говорит, Анна Петровна, я бы хотела, чтобы вы спели вот это произведение. Я говорю, есть. И, в общем, готовлюсь, пою, и, по крайней мере, нареканий не было. Продолжаем традицию петь с камерным оркестром. Оркестры, я вообще считаю, что это самый лучший коллектив нашей филармонии, потому что это большая честь. И мне всегда, я даже когда училась еще в Москве, привезли стендвей филармонии. Такая, как я хочу в нашей филармонии со стендвеем. У нас такой оркестр потрясающий, камерный. Пожалуйста, можно ли я хочу спеть? Ну вот как-то боги сказали, ну раз хочешь, иди пой. Максим спрашивает, что такое стендвей? Стендвей это фирма Рояля. А, Рояль. Да, Рояль. А мне кажется, в филармонии все лучше, что оркестр, что солисты. Все, мне кажется, прекрасные. Выбирать, как говорится, можно с любым, не ошибешься, да? Так и есть. Ну я просто солистка вятского камерного оркестра, поэтому я его просто обожаю. Я люблю и народный оркестр, и симфонический, но вот моя любовь, конечно, отдана вятскому камерному оркестру. Так уж прописано в договоре. Шучу, шучу, шучу. Давайте тогда послушаем, насладимся, небольшой отрывочек вас попросим, чтобы вы разбудили весь город. И нас. Мотылька умоляет лесная фиалка, милый мой, ты летишь, и подругу покинуть не жалко. Будь со мной, ах, когда мы вдвоем, я весь мир забываю, жизнь лиха. Мы похожи с тобою, и нас называют два цветка. Два цветочка у нас в студии. Вы бы видели, что творится под футболкой, там марш мурашек. Марш. У Валерии невероятный голос. Анна, скажите, это талант или она как-то развивает его? Она его и развивает, и, конечно, это талант. Это Господь Бог поцеловал, и артистически поцеловал, и вокально, в общем, полный комплект. И внешне, в общем, все упорное. Прям зацелованное. Да, зацелованное точно. Лешка, а скажите, когда вы поняли, что да, у вас вот есть такой сильный голос, не знаю, может быть, с пеленок, как рассказывают обычно все певцы? Ну, я с детства занимаюсь вокалом, но как такового таланта я не чувствовала с детства, чтобы выступать на сцене, сразу занимать места. Потому что пыталась в эстраде петь, в итоге поняла, что все-таки это мой академ, то есть более серьезный вокал. И когда пришла к Ане Петровне, проснулся голос, и все-таки, Лера, ты так поешь, ты умеешь петь? Я все больше стала выступать, люди узнают. И я, конечно же, большое спасибо, говорю, Ане Петровне, которая меня отсюда подняла. Ну, слушайте, это прекрасно, да, на самом деле, вот раз и когда-то проснется у вас голос. Как вы сегодня тоже проснулись, включились, да, и обязательно 13 мая отправитесь на замечательный концерт, который состоится в 18.00, друзья. А мы, кстати, 8.00 мая обязательно разыграем для вас на концерт Анны и Валерии замечательные билетики. Хотите машу мурашек? Мы вам устроим 13.00 мая. Ну что, друзья, прямо сейчас будем просыпаться, делать зарядку, а девчонок отправим, чтобы они готовились к концерт. С добрым утром! Субтитры сделал DimaTorzok